Впервые законопроект о домашнем насилии был внесён в Госдуму в 2016 году, но не прошёл даже первого чтения. А в 2017 был принят закон о декриминализации семейных побоев, расколовший общество буквально на два лагеря. Одни уверены, что государству не стоит лезть в семью. Другие, что от домашнего насилия ежедневно страдает множество российских женщин и детей. И закон о домашнем насилии жизненно необходим. Однако специалисты считают, что в нынешней редакции он не способен никого защитить. Инициировали данное мероприятие «Круглый стол» с целью обсуждения так называемого законопроекта о семейно-бытовом насилии, по которому сейчас в целом по Российской Федерации проходят общественные слушания, и донести до жителей региона нашего о том, что сейчас есть серьёзные силы, которые наступают на традиционные ценности семейные. Под удар ставится наша семейная жизнь, ячейка нашего общества. Круглый стол об угрозах институту традиционной семьи собрал юристов, полицейских, общественников и духовенства. И все в один голос говорят, что предполагаемый закон о домашнем насилии нежизнеспособен по многим причинам. В первую очередь экспертов настораживает, что в семью смогут вторгаться чужие люди. И не всегда с благими намерениями. Очень опасна сама по себе конструкция вот этих вот внесудебная, внеправовая вот этих вот охранных предписаний, охранных, да и судебных предписаний. Потому что в обычном случае, в случае расследования преступлений, есть процесс, есть состязательность сторон, то есть есть обязанность доказывания, есть презумпция невиновности и так далее. Здесь этого ничего нет. Общественников беспокоит сам факт повышенного внимания к семье. По их мнению, вводимая законопроектом конструкция создает условия вмешательства в семью посторонних лиц. И еще законопроект не прописывает место жительства насильника после получения жертвой того самого охранного ордера. Его просто ставят перед фактом, что появляться по месту жительства проживание жертвы он не имеет права. Здесь просто жертва или даже просто случайный свидетель, или сосед, или какой-нибудь там заинтересованный НКО, они приходят, пишут заявление, на основании которого насильник, то есть, как правило, мужчина, лишается сразу всех прав гражданского состояния. Его выкидывают из дома, потому что защитное предписание предусматривает, в частности, невозможность общения. Параллельно в Республиканской общественной палате состоялись слушания законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия. Они показали, что действующее законодательство уже содержит достаточное количество норм, направленных на защиту женщин и детей. А значит, новый документ о домашнем насилии, активно критикуемый общественниками, в стране действительно не нужен. Начиная с понятийных значений этого закона и заканчивая вовлечением всех, кто может заниматься семейными отношениями, это вообще разный закон. Я считаю, что если вся общественность поднимется против этого закона, то мы можем отстоять это право вообще не передачи этого закона в Государственную долю. Между тем, в новостных лентах всё чаще появляются жуткие новости о семейном насилии. Что касается точной статистики, то данные разнятся в зависимости от источника. У полиции цифры свои, у медиков и правозащитников свои. Именно слабая изученность проблемы в российском правовом поле и позволяет многим пренебрежительно относиться к самому явлению домашнего насилия. Фаина Куршева, Роман Агаев, РХС-24